Для меня это предательство в высшей степени. Я так мысляю всяко. Я же в Бресте живу, под Брестом здесь. У нас немножко ментальность другая отличается. Казалось бы, Беларусь одна, а оказывается совершенно разно. Люди даже здесь мыслят. Есть разница. Если вы заедете даже сюда, в Западную Беларусь, вы это заметите. Особенно в Полесье видно будет. А тут у меня рядышком Украина. Соответственно, и настроение, и взгляды уже очень много у людей проукраинских. Потому что здесь и украинцев много живет. А как бы это можно было все обговорить или в виде стрима? Можно даже сейчас в скайпе как-то настроить. И просто свои мнения, даже в таком ракурсе, как сейчас мы говорим, было бы неплохо высказать. Потому что нам нужен диалог между белорусами. Чтобы нас слышали и выложить в своих роликах. Чтобы нас слышали белорусы. Потому что я смотрю, у меня уже белорусы смотрят. Начали посматривать. И приветствуют. Я уже действительно рад. Пускай они говорят. Возможно, где-то кто-то еще посмотрит, послушает. Потому что у нас такой контент спокойный. Но нас мы ни к чему уж не призываем, просто ведем, называется, беседу. Как мы представляем сейчас ситуацию в Беларуси? Что бы мы могли сделать? И, конечно же, хочется пообсуждать президента. Просто пообсуждать. Как он думает, что он мыслит, что он вообще собирается делать? Потому что тайна самая тайная. Видите, он всегда вроде был предсказуем. Довольно сильно предсказуем. Видно было все. И кто он. Его за столько лет достаточно выучили. И можно предвидеть шаги. Даже этот шаг вроде как и предвидел. Можно было предвидеть. Но за все эти годы он все время клялся, что я суверенитет не сдам. Вроде как и не сдает, но на 90% уже согласился его сдать. Как это можно, например, объяснить? Как это представить? Почему он так поступает? Обсудить. Вот вы уже там на Востоке, более грамотные люди, можете поговорить, что это все упирается, конечно же, в экономики. Ну а почему, например, есть такие варианты? Не только не этот. Почему это такой вариант, он считает Лукашенко. самым таким оптимальным. Вот для того, чтобы с этой ситуацией выпутаться. Ясно все, например, в моем понимании, что он, что ему народ скажет. Раз этих 70 его выбирали, 70%, они ватно настроенные такие, пророссийско настроенные. И они не представляют никакой жизни, например, с Европой, с европейскими взглядами. Они разделяют только себя, позиционируют только с Россией и никак иначе. Вот как это людям донести? Да просто никак. Они никогда не были в Европе, они не представляют той жизни, они не хотят. Они подвержены мощному, сильному зомбированию, российскому, которое с утра до ночи делается. И вопрос всегда был, почему Лукашенко не занимался своим телевидением, почему он, например, не запретил. Ясно, что ему команда пришла, например, сверху, да? Вот приятно. Сейчас, наконец-то, видео. Так я просто искал, как сделать это, чтобы видео включить. Да, да. Ну, хорошо, чтобы появилось. Да. Как это, например, было бы сделать Лукашенко? Почему бы сейчас так не сделать? Раз он, в моем понимании, позиционирует себя, со страной из Беларуси хочет сохранить суверенитет, а теперь он так явно заявил, вот даже тут услышали в церкви или в храме выступать, что никакой подплеткой он не собирается ходить. Видите, уже какой-то вроде как надежду всем, потому что он действительно непредсказуемый. Но он поедет опять в Кремль и забудет, что он говорил. Опять будет сидеть на лапках, на задних перед Путиным, снова плясать, зажиматься с ним, обниматься. Понимаете, вот эта ситуация мне совершенно не нравится. Тут можно его понять. Дело в том, что изначально говорят, что его первые шаги в 90-е годы, направленные в сторону России, были связаны с тем, что он планировал стать главой союзного государства, то есть в том числе России. То есть объединиться в союзное государство. Тогда в России управлял Борис Ельцин. Это такой президент. В общем, он рассчитывал, что сможет легко его переиграть. Он ездил активно в 97-м году по регионам России и пользовался большой популярностью. То есть тогда были в России активно такие левые настроения. Еще недавно, в выборе 96-го года, когда Ельцин победил, тогда была реальная угроза, что коммунисты победят. То есть было много людей, они смотрели на Лукашенко, вот он такой молодец, заводы не развалились, работают там, запустили заводы, колхозы как-то еще там держатся. То есть Лукашенко такой вот хозяйственник, батька, разъезжает там. И он пользовался популярностью приличной. И так было до тех пор, пока олигархи российские не выбрали Путина, не назначили там главным смотрящим. После этого ситуация резко поменялась. В том числе и даже в таких мелочах, как, например, трактовка названия нашей страны. То есть если в начале 90-х они приняли вот эту международную, как Беларусь заявила там в ООН еще, что наша страна будет называться Республика Беларусь, и другие страны тоже перевели, если мы посмотрим на английском, там написано Беларусь. Россия тоже использовала вот эту транскрипцию. Но потом они там что-то лингвисты там перевели, и пришли к тому, что в соответствии с правилами русского языка должно быть Беларусь, потому что там Беларусь и суффикс СК там и такое. Мне пропала связь, так я не слышу совершенно ничего. Так, еще раз. А вот, все. Появилась сейчас. Да, продолжай, пожалуйста. Так вот, значит, даже в таких мелочах, как даже название страны, произошли явные перемены. То есть в России начали использовать это старое устаревшее название Беларусь, то есть как бы подчеркивая, что они перестают признавать наш суверенитет как независимого государства. То есть даже в таких мелочах. И началась вот эта интеграция. Лукашенко потом понял все-таки, что он уже не сможет стать, ему дали, видимо, понять, что он не сможет стать главой государства. Но нефтяные деньги пошли, особенно в 2002-2003 год. Резко Беларусь получила огромные средства, стала получать из России. И поэтому тут уже больше пошел финансовый, скорее, интерес, чем политический. И до 2014 года, можно сказать, что вся эта пророссийская политика шла еще, по крайней мере, по инерции. То есть, к примеру, такие люди, как Криштопович, с 2008, кажется, по 2014 год, он был в администрации президента. То есть это явный западнорусист, который выражал западнорусийские взгляды. И я думаю, что президент об этом знал, его ближайшее окружение, КГБ наверняка ему докладывали, кто это. И до тех пор вот он оставался там. И таких людей вообще много было. То есть явно, которые были направлены. Например, Георгиевская лента свободно использовалась до этого. Никаких претензий не было. Но потом, после 2014 года, все-таки видно, что политика стала поворачиваться. Лукашенко все-таки понял, что ситуация с Крымом, с Донбассом, она может в какой-то степени повториться и здесь. Людей, которые воевали, в том числе на стороне ДНР, конечно, не так активно, может быть, преследуют, как тех, кто на стороне Украины воевал. Но тем не менее, к ним тоже претензии есть. У КГБ, у милиции. Лукашенко боится. То есть любых таких людей, которые получили военный опыт, неважно, за Россию они воевали или за Украину. во всем как бы это поменялось. Даже по отношению к Бессмертному полку, Георговской ленте, они придумали свою вот эту яблочную ленту, чтобы как-то отгородиться от этих идей русского мира. И сейчас уже просто ситуация полностью накалилась, и уже ему приходится решать. Либо он делает критический шаг, который предлагает Медведев. То есть интеграция общей суды, общая таможня, там, единая валюта. И тогда уже все можно сказать, что суверенитета в Белоруссии нет как такового. Ну, либо ему придется не интегрироваться, но тогда вопрос возникает, каким образом он будет отдавать деньги. То есть буквально берутся кредиты, там какие-то бридж-кредиты, даже небольшие, там 60-70 миллионов долларов, чтобы отдать проценты, которые срочно там надо выплатить по предыдущим кредитам. И поэтому, если он не возьмет деньги вовремя, то просто, ну, даже до дефолта может дойти. Тем более АЭС, который еще вот в 11-м году начали строить. По условиям контракта, этот долг в 10 миллиардов, который был взят, ну, взят кредит на строительство АЭС, он в Беларуси начинает действовать, когда АЭС вступает в силу, когда ее запускают. Либо не позднее 2021 года. Поэтому сейчас пока еще этого долга нет, но как только АЭС запустит, то еще плюс 10 миллиардов придется отдавать России. То есть, каким образом он будет это делать, непонятно. Да, 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 да. Вот еще вопрос бы интересный был, я бы хотел бы. Вот есть ли какой-то вариант видения, не только вот теперешней этой ситуации, освоить именно личный свой вариант видения. Как можно выйти, например, из этой ситуации с наименьшими потерями суверенитета, прежде всего Беларуси? С наименьшими потерями. Ну, что касается решений на низовом уровне, то есть, то, что могут делать обычные граждане, я считаю, как бы я согласен с тем, что слышал на конференции их от других активистов. То есть, они говорят, что использовать, так сказать, пропагандировать белорусскую культуру, заниматься разбором истории, то есть, четко придерживаться суверенитета. То есть, даже как бы мы не любили Лукашенко, все равно в первую очередь надо понимать, что в случае чего войны это наш верховный главнокомандующий. То есть, ну, можно его не любить как угодно, но все равно он меньше зло, чем Путин, скажем так. Конечно. И поэтому, да, что могут делать сейчас активисты и вообще люди, которые неравнодушны к этому. Вот сейчас, например, БНФ запускает кампанию, насколько я знаю, по поводу того, что как там нет интеграции или что-то такое. Они набирают волонтеров, там есть форма даже на их сайте. Любой желающий может присоединиться и выбрать, чем он может помочь. Распространением листовок, сбором подписей, предоставить автомобиль или, может быть, он готов в каких-то митингах принимать участие. Ну, то есть, стандартная такая волонтерская форма, как было, примерно, на БНР-100 или еще там где-нибудь. Потом, что еще дальше? Вот конференции всевозможные проходят. То есть, историки, патриотически настроенные, не какие-то западно-русисты, они прямо отмечают факты по поводу белорусской государственности. То есть, вот, припоминают важные факты из истории Беларуси, что мы обладали своей государственностью задолго до того, как появилась даже Российская империя. Опять-таки, ВКЛ было одним из самых передовых демократических государств. То есть, взять статуты ВКЛ, к примеру, достаточно такие совершенные, по тем временам, в правовом поле. То есть, у нас третья конституция в мире появилась после французской и американской в 1791 году. То есть, Беларусь отнюдь не была какой-то отсталой, как сейчас пытаются нам навязать, что мы такой вот младший брат, мы там все время питались за счет России, подкармливались, что мы такие белорусцы, там, младшие братья. Ничего подобного. ВКЛ-то было действительно серьезное государство, и в том числе серьезный соперник России до конца 18 века. Поэтому это нужно говорить для того, чтобы люди просто знали. Потому что, когда разговариваешь с этими ватниками, они просто даже не воспринимают эту информацию. Они привыкли к той трактовке истории, которую еще там идет с Российской империи, с Советского Союза, что вот там Великая Россия, что белорусы там всегда были частью Великой Руси и все такое. И никакого самостоятельного государства не имели. Но это поляки их там немножко попортили, поэтому они чуть-чуть от русских отличаются. И все. А так, в принципе, все это ерунда, вот эта европейская направленность, там, ВКЛ и прочее. Это все когда-то там было в древности, забудьте об этом. И ватники не воспринимают серьезно другую позицию. То есть ты им говоришь, они считают, а это все придумана альтернативная история, это Запад все проплатил, вот даже по поводу конференции. Когда я вел прямую трансляцию с нее 5 часов примерно нашла конференция, там в двух частях, они писали комментарии в Ютьюбе, там я читал их в чате, что типа вот там собрались за деньги Запада, историки разжигают межнациональную рознь, там, что русские и белорусы это не братья, все такое. Хотя ничего там такого радикального не сказали. Ну, как бы вот так. Вот то, что я бы хотел сказать пока что. Ясно. Еще интересно. Вот Лукашенко, хоть какую-либо слабенькую своего рода консолидацию теперь с нынешней оппозицией, потому что действительно угроза назрела суверенитету, может высказать где-то, появить, проявить? Как вы думаете? У него даже сейчас будет неплохой шанс это сделать. Например, БНР-101. Многие ждут, ожидают, в каком формате пройдет мероприятие. То есть БНР-100 для многих оказалось в 2018 году настоящим сюрпризом. То есть такого не было давно. В центре Минска предоставили площадку официально разрешенное мероприятие. Да, многие говорили, что это загон, там нельзя с политическими лозунгами какими-то. Там несколько человек говорят после мероприятия арестовали, когда они там с флагами выходили. Но по сравнению с тем, что проходило до этого, в последние 20 лет, это, конечно, безусловно прорыв. И в то же самое время попытка запретить бессмертный полк. Когда Лукашенко или его министры сказали, что будет своя акция, Беларусь помнит. И вот все пусть выходят с этими яблочными лентами. А вот эту пророссийскую акцию они пытались как бы так запретить. Но у них, конечно, ничего не получилось. Потом они сказали, что типа нет, мы ничего не запрещали. Ватники, конечно, обрадовались этому. То есть уже как бы сдвиг был. Это был сигнал, возможно, считают некоторые эксперты так. Это был сигнал Кремлю. Естественно, Лукашенко не будет там с радостью принимать националистов, потому что он прекрасно тоже понимает. Он сейчас вообще оказался после Крыма, после Донбасса между двумя стульями, которые постоянно разъезжаются. То есть если раньше у него была одна оппозиция, прозападная, националистическая, то теперь у него получилось две оппозиции, скоро будет. Одни говорят, что он продался Западу. Вот он раньше был братом русским человеком, а теперь он стал каким-то подпиндосником практически. Уже от России отходит. Предатель, в общем, какой-то. А другая, конечно, прозападная оппозиция, как и раньше, считает его диктатором, безусловно, потому что он является диктатором. То есть он совершил достаточное количество преступлений. Естественно, доказательств там представить я не могу. Но мы понимаем, что есть много фактов, которые свидетельствуют о том, что не все у него чисто. И если он потеряет власть, то это все очень быстро всплывет. Я думаю, что есть материалы и по Гончару, и по Красовскому, и по Завадскому, и по теракту 2011 года, и по многим другим вещам. И они ждут, так сказать, своего момента, пока будут опубликованы. Поэтому Лукашенко не может потерять власть. Он не может интегрироваться с Европой, поскольку он наверняка прекрасно знает судьбу Милошевича, который уже уступил, так сказать, часть своей власти. И что с ним после этого произошло? 99-2000 год, когда следующий президент, когда прошли выборы в Сербии, и следующий президент, в общем-то, потом возбудил дело против Милошевича. Его там арестовали. Это все сцены, когда его особняк окружили, и он потом сдался там с охраной. То есть Лукашенко понимает, что его ждет, вполне возможно, в таком случае та же судьба. Но тем, кто уже беспокоится по поводу того, что он сдал весь суверенитет, вот отлично высказался Андрей Лихович. Он сказал, что за годы своего правления Лукашенко также много наворотил делов, и, например, с многими бизнесменами, с российскими олигархами. Он многих кинул, которые пытались тут что-то инвестировать, что-то делать. Поэтому в Россию интегрироваться он тоже не может. Некоторые говорят, вот он там с Януковичем, скоро на Рублевке по соседству поселится, и все. Ну, не так все просто на самом деле. Некоторые считают, что это для него будет ничем не лучше, чем если он будет с Европой устанавливать близкие отношения. Это тоже для него может плохо закончиться, что олигархи те, они его не простят. Да и просто, как Путин отнесется к этому. То есть, если он потеряет власть, то все. Кем вы его там губернатором не назначили пожизненным, все равно он уже не президент независимого государства, и ему может грозить ответственность за все его преступления. Поэтому тут вопрос довольно серьезный. Да. Ну вот я, например, гипотетически представлю, что произойдет поглощение, страшно даже это слово, поглощение России и Беларуси. То есть, они практически сольются, и все соответствующие будут там, мягко скажу, проблемы начнутся. Каково будущее, в каком представлении оно может нам казаться? Будущее. Вот я даже не могу представить. Ну, в моем представлении, особенно в виде, например, примеры Приднестровья, ДНР, Крыма, можно сказать приблизительно так. Если посмотреть на современную Россию, то мы видим, что, ну, большинство областей, они развалены. То есть, если посмотреть на Москву, на Петербург, там на крупные города какие-то, там люди живут относительно неплохо. Там высокие зарплаты, там можно устроиться, там более все-таки свободная экономическая ситуация, чем даже у нас. Но если вы ехаете там за 100 километров от крупного города, там просто разруха. Заводы и колхозы, все развалено, закрыто. Там население жестко бухает, там какие-то наркотики употребляет. То есть, там больницы совершенно не такие даже, как у нас. То есть, отношения персонала намного хуже. Совершенно такое невнимательное. Дороги убитые, то же самое. То есть, если посмотреть на это, то понятно, что если Беларусь войдет в состав России, Лукашенко не будет проявлять какую-то особенную заботу об этих землях. Если это в России не делается, то почему он будет спонсировать убыточные колхозы Беларуси или убыточные заводы, которые там 20 лет в долгах сидят? Естественно, этого не будет. Пока Беларусь независимое государство, и Лукашенко шантажирует его возможным там поворотом на Запад или там еще чем-то таким, то Путин выделял ему деньги на это. Но если Беларусь уже станет частью России, то вопрос, а зачем тогда это делать? Если можно просто с помощью ФСБ, с помощью каких-то там простых манипуляций это сделать. То есть, я представляю себе вхождение Беларуси в техническом плане превращением ее в шесть смоленских или воронежских областей. В полном смысле слова. Возможно, появятся военные базы, там будет сделана какая-то инфраструктура вокруг, хорошие дороги для подъезда техники, будет организованы, построены какие-то новые дома там для военных, для офицеров, там будут неплохие зарплаты, может быть, какая-то охрана из местных, кого-то там может будет набирать, ментов каких-нибудь, которые будут охранять. Они будут себя чувствовать неплохо, как в Крыму военные. И чувствуют себя, говорят, неплохо. Но что касается простых людей, в течение, там может быть, года или двух, большинство заводов этих убыточных, они постепенно закроются. Их не будет, может быть, специально закрывать, просто никто не будет списывать их долги, и они обанкротятся очень быстро, поскольку они не нужны. Тем более сейчас даже обстановка это показала, что несмотря на то, что как бы там Россия ничего практически такого не производила, но все равно они не особо нуждаются в нашей, к примеру, технике вроде там МАЗов или там каких-то запчастей, у них, в принципе, все это практически есть свое. Они могут это произвести... Сейчас, секундочку. Мы не производим в большинстве своем, кроме вот сельхозпродукции, которую в России гораздо более высокого качества, конечно, наши продукты питания, чем там. А в остальном мы не производим какой-то уникальной продукции, особенно высокотехнологичной, чего бы в России не смогли сделать. У них есть и оптика такая же, тоже советская, и какие-то тягачи свои. У нас нет таких особых разработок. То есть, процессоры мы не производим, что там еще. Ну, интеграл, говорят, живой, но что там производят, непонятно. Понятно, что у нас со всем этим довольно плохо. То есть, когда ватники говорят, вот, прекрасно, мы в Россию войдем, у нас газ будет дешевый там по внутренним ценам или что-нибудь такое. Ну, ребята, знаете, Германия покупает газ по мировым ценам, и они себя не чувствуют как-то плохо. Или даже Польша, будем уже брать Германию, даже Польша, они не чувствуют, что это прямо дорого, что все они там разоряются. Они живут отлично, у них больше денег остается, чем у нас. Поэтому суть в том, что если развить экономику, то такие вопросы они особо не будут никого заботить. Да, это я в моем понимании совершенно верно. Белорусская экономика, остатки, точнее, это, получается, остатки, она неконкурентно способна, ни на Западе, даже внутри российском рынке, она малоконкурентно способна, потому что российский рынок вообще машинами импортного такого парка насыщен в большей степени. Совершенно верно. Получается, при слиянии Беларусь просто начнет медленно-медленно чахнуть. То же самое, мне кажется, будет и происходить с сельским хозяйством. Безусловно. Инвестиции, какие, к черту, пардон за слово, инвестиции со стороны России? Совершенно верно. Она будет таким более зачуханным, захудалым, даже нежели Смоленская, та же Псковская губерния или Брянская, например, все. К тому же, мне кажется, уже проблемы будут создаваться очень сильные для Украины. Украина будет напряжена, торговые отношения, в разы завалятся с Украиной. Мы хоть как-то торговали какие-то, сбывали даже то же самое топливо. Оттуда денег к нам не потечет. То есть, перспективы самые-самые ужасающие. Одна надежда единственная только, что когда-нибудь эта власть в России сменится. Вот она успеет, точнее. Да, это был бы хороший вариант. Но это еще полбеды. Есть еще, забыли, один важный вопрос. В Беларуси огромное количество совместных предприятий иностранных. Не так давно я смотрел статистику, там что-то примерно около нескольких тысяч. И огромное количество совместных предприятий с Польшей, с Литвой, даже с Германией, США есть. Естественно, если мы станем частью России, все они попадут под санкции. Они смогут попасть под санкции. Естественно, что бизнес будет этим обеспокоен и будет большой вывод капитала. При том, что наша экономика и так себе не особо. Уйдет и то, что есть. Многие закроются. Возможно, какие-то банки даже уйдут отсюда, поскольку это будет уже совсем другое государство. И ничего как бы хорошего не будет. Россия и так занимает одну восьмую суши. И если бы они что-то могли сделать там, то они бы это уже у себя сделали. Они не демонстрируют ничего такого. То есть Россия демонстрирует только экстенсивное развитие. Как вот старинные древние империи 17-го какого-нибудь века, 18-го. Захватить больше земли, будет больше крестьян, больше земли, больше пушнины добыть и все. То есть мир ушел далеко. И такими категориями уже ни Британия, ни Франция, ни США уже не мыслят давно. Да, да. И еще самое такое для меня страшное будет бегство не только капитала, будет бегство людей просто. Будет страшная эмиграция на Запад. Потому что рядышком с Белоруссией более-менее такая, не то что процветающая, но в всяком случае страна действительно для жизни, а не как нас по телевизору Польша. Туда огромные массы людей, просто белорусов, просто стараются перебираться. Особенно молодые. Здесь старикам доживать, ладно, как-то не доживать. Но самое ужасное, что молодые люди будут убегать. Сейчас уже движение туда очень сильно полетело. А что будет при слиянии? Это будет полностью казус, самый настоящий для Белоруссии. Люди убегать будут, все. Мало того, это происходит уже даже сейчас. По некоторым данным, я читал, уже за последние годы в 14 раз увеличилось количество рабочих мигрантов, которые ездят в Польшу. То есть раньше большинство, особенно с восточных, до, скажем, середины Минской области практически все ездили на Россию работать, в Москву, там куда-то. Теперь уже многие, даже кто работал в России, они переориентируются на Польшу, на Литву, на Латвию. Потому что в России как бы становится похуже с этим делом. И даже некоторые ватники особенно забавляет, когда ватники у нас там есть такие, они сидят в Латвии, в Литве и рассказывают нам о том, как плохо в Европе, то есть как ужасно Беларусь ни в коем случае не надо двигаться в Европу. Ну чего же ты тогда сидишь и там работаешь? Едь в Россию. Огромное количество таких моментов. С лесарем, в Жейке. С белорусом, да. Море и россиян. Живет прекрасно в Европе, а оттуда говорит, как там плохо и это самое, про Путина, только Путин, Путин, Путин. Я даже делал не один стрим, я, правда, их еще не выставлял, где именно так и есть. Я разговариваю с русским немцем и он Путин, Путин, просто невозможно. У меня такое ощущение, что это лучший друг Путина. Представляете, он же живет 20 лет в Германии. Я просто поражаюсь. Я ему задаю вопросы, для меня эти вопросы, я даже не стал это пока озвучивать. Может, со временем вот этот ролик обязательно выложу. Вот. И еще у меня такой даже интересный был, конечно, он не простой, но хотя бы как-то предвидеть действия сейчас, возможно, Лукашенко, ну хотя бы на ближайший там месяц, два, три, что-нибудь такое есть, вариант какой-либо. Ну, дело в том, что предвидеть сейчас достаточно сложно было бы что-то, поскольку мы не знаем, до чего они вообще договорились там в конце декабря. То есть официально как бы ничего не говорится, вроде Лукашенко как упирается, показывает, что он там за суверенитет, до чего не договорились, они Беларусь не сдана еще. Но мы не знаем реально, что да как там произошло. Может быть, вполне они уже и договорились о постепенной какой-то сдаче. Возможно, Лукашенко сказал, что не так резко, потому что как бы народ не поймет, надо показать, что якобы все тут нормально, все нормально, но постепенно там будет приниматься указы незаметно для населения. И так сказать, мы постепенно будем входить. А потом через год какой-то два окажется, что уже практически то, о чем говорили, уже произведено. Там общая таможня или там что-нибудь еще, общий суд какой-нибудь. Так что тут неизвестно пока как. Как говорят многие, что ближайший год-два будет решающими для нашей страны, поскольку это и год парламентских выборов, президентских выборов у нас и вот эта ситуация вокруг России. То есть сейчас новые санкции, говорят, будет вводить. Там дело Скрипалей уже практически расследовано, поэтому будет ужесточаться действие Запада против России постепенно. Сейчас автокефалия получена Украиной. Это тоже вызвало большой гнев, скажем так, в православной церкви вот этой московской, которая сейчас боится потери в том числе и белорусской православной церкви. Лукашенко и патролил их неплохо в этой церкви, сказал, что вот там по поводу суверенитета и всего остального. То есть они опасаются как бы еще не потерять возможно кусок. Естественно, что митрополит Павел, он вряд ли будет демонстрировать признаки того, что вот мы там Томас тоже будем получать за Украиной и пойдем, поскольку он даже не гражданин Беларуси, поэтому... Рязанский парень, да. Да, беспокоится об автономности белорусской церкви. Но тем не менее, риск для них такой есть. Лукашенко, скорее всего, если он действительно не сдал еще суверенитет в тайне Беларуси, то он, возможно, будет поворачивать. И вот мы увидим это по БНР-101, по ситуации, которая дальше будет развиваться, как там, что пойдет. Посмотрим с АЭС, что будет, запустит ли ее. Вроде как переносили там время запуска, немножко отложили позже, там сказали, проблемы какие-то есть. Так что пока неизвестно, что. Я думаю, действительно, этот год и следующие могут стать решающими для нас. Ну да, мое такое тоже наблюдение. Сейчас Лукашенко постарается просто опуститься на дно. Типа залечь на дно, затихариться, не особо нового совесовывать. И плавно, плавно, сейчас буду повторять, он будет эту политику, не то что политику, а следовать, наверное, вот этой чертовой интеграции с Россией. Я не понимаю только этого смысла. Какая это интеграция, это поглощение. Здесь никакой интеграционных процессов я, например, на будущем не наблюдаю. Потому что если поглощение, есть интеграция. Интеграция, в моем понимании, возможно только с соблюдением суверенности страны. Все, пожалуйста, Беларусь остается. Беларусь или же, возможно, хорошо. Но вот существует, например, Татарстан, Башкир, Татарстан. Они все-таки республики внутри. Разве в таком виде не может представляться в будущем, даже в ужасном будущем, судьба Беларуси. То есть она практически довольно независимая страна. У нее свой есть парламент независимый, даже есть свой президент, как Татарстан, например. И она ведет, пускай бы там, ладно, общую такую российскую политику, но со своим белорусским направлением. То есть преследует свои интересы. Прежде всего, интересы волнуют Беларусь. И всегда вот этим интересом у нее будет как небольшая козырная карта у Лукашенко. То есть, во всяком случае, он всегда будет этим манипулировать. Я независимая или там какая полузависимая республика Беларусь. И в любом случае выбор будет за нами. Вот такой вариант, например. Как вы думаете? Ну, во-первых, тут не надо сильно идеализировать вот эти якобы республики, которые там состоят. Возможно, еще в начале нулевых они действительно и имели какой-то суверенитет. Но, как говорят некоторые люди, последние разы, когда там подписывались вот эти федеральные договора какие-то, они уже подписывались даже без ведома руководству этих республик. То есть, это практически их ставят перед фактом. То есть, никакой независимости нет. В 90-е годы действительно Татарстан чуть ли не из состава России выходил. Действительно было большое жесткое националистическое движение. Сейчас оно вроде тоже как есть там под полей где-то. Но мы видим, например, скандал по поводу учебников, который был в конце 2016 года, кажется. Когда, оказывается, в Татарстане запрещали татарский язык учить в некоторых школах. То есть, все совсем не так выглядит идеально. То есть, до этого я думал, что да, действительно, вот у них там какой-то суверенитет есть хотя бы в плане культуры. Но на самом деле, все это фейк, это только видимость. И говорить о том, что это какие-то республики, очень сложно. То есть, Россия такая федерация, очень условная. Можно сказать, что некоторые страны имеют там определенную долю суверенитета. Например, как Чечня. Поскольку там Кадыров, он действительно управляет своей республикой. Все управление на нем, потому что из Москвы они просто не смогут управлять Чечнёй. Там понимание вот этого менталитета, их новых вот этих обычаев горных, это все довольно-таки сложно. И люди там достаточно такие радикальные. Они лишний раз разговаривать не будут. Они сразу хватаются за оружие. Поэтому, естественно, Кадыров в Москве был выгоден. Они договорились с ним. И он управляет. То есть, он обеспечивает порядок относительный проведения каких-то интересов России. То есть, показывает, что он большой патриот. Он там за Путина, за Россию. Но на самом деле, вся эта армия бородачей, естественно, они в первую очередь подчиняются Кадырову. И в случае чего, если что, они могут и попытаться выйти, если будут какие-то проблемы. Другое дело, что зачем им нужна независимая республика? Как они будут существовать? За счет чего Кадыров будет содержать эту всю армию? Поэтому им просто невыгодно. Они дают Россию, какая-то возможно. Как и Лукашенко пытался делать. То же самое, да-да. Другое дело, что Лукашенко не Кадыров, а белорусы это не чеченцы все-таки. Поэтому отношение будет совсем другое. Не будут выкидывать такое количество денег при вхождении, например, в Белоруссию состав РФ. Но Лукашенко же это все понимает прекрасно. Причем здесь, ладно, Лукашенко. А правительство наше. А наши чиновники, огромная армия чиновников. Это для них же тоже прямая угроза. Неужели они не понимают чиновники, что их теплые места сохранятся. Вот эта армия чиновничества однозначно России кормить не будет. Они-то поумнее, чем ватники. Но они тоже сейчас, чиновники, затихарились. Не знают, чем это кончится. Высший, например, пускай я говорю даже, грубо говоря, командный состав, КГБ состав. Да, там очень много русских людей. Вот, русских людей. И они, мягко сказать, интересы представляет даже Россия. Потому не раз говорили, что Россия здесь глубоко запустила корни давным-давно. И она практически управляет Белоруссией. Поэтому тут Беларусь будет сдана без всякого молбоя, без всяких потрясений сильных. Только одна единственная пока проблема вроде как Лукашенко. Все. И то этот знак очень сильный и мощный со всех сторон подает, что Лукашенко, знай свое место. Как бы ты там не сопротивлялся, время придет и твоя власть вот закончится. Он, да, он будет со всех сил сохранять, стараться сохранять. Но позволит ли Путин? Если, например, чисто реалистически представить, Путину выгодно эту ситуацию не педалировать. Не педалировать. Он сочтется вроде разумным таким политиком, что позволил там. Короче, всяких куча вариантов. Но с другой стороны, вроде и собиратель русских земель, потому что рейтинги как-никак путинские падают довольно сильно. Сейчас на фоне всех этих проблем, всех этих реформ, псевдореформ разного рода, например, сильно-сильно пошатнулся. И прежде всего, я раньше так думал и сейчас думаю, что вся эта катавасия затеялась только для того, отчасти, наверное. Наверное, нажимает на всех 50%. Надо поднять рейтинг Путина. Второй, конечно, очень сильный вал, потому что нет этих нефтедолларов, дохода. Любым способом нужно искать деньги. Соответственно, денег в таких больших количествах нет. А спонсировать получается, кормить Беларусь уже миллиардами долларов у России уже нет. Или там кто-то поджимает довольно сильно. Вот. А как ваш взгляд на вот мое напрямую? Я придерживаюсь в этом плане таких же примерно взглядов о том, что это связано во многом с падением рейтингов Путина. То есть у него действительно говорили, если там в марте, когда были выборы, у него там что-то около 60-70% даже с чем-то. Но при том, что возможно у нас и нет, в России нет такого независимого какого-то мониторинга, который мог бы четко отметить, сколько там действительно процентов было. Но я думаю, что это все равно достаточно высокий был рейтинг Путина. Действительно выше 50% гораздо. И выше 60% наверняка. И победа его на выборах там 70 с чем-то он процентов набрал. Но можно сказать, что так. Может быть многие люди и не являются какими-то там прям путинистами, они не готовы на что-то пойти, но они проголосовали так типа, ну лучше Путин, чем кто-нибудь другой все-таки. Он как бы более там известен, он что-то делает там, а другие все... Ну не за Собчак же голосовать. И вот в таком ключе. Но потом, летом, на фоне этого чемпионата мира была проведена особенно непопулярная пенсионная реформа, которая, в общем, вызвала много протестов, много попыток как-то раскачать ситуацию. Навальный пытался этим воспользоваться. Вот эти попытались они там организовать бессрочные протесты на Пушкинской палатке поставить. Ну ведь не очень у них получилось, а тем не менее какие-то пробы были. Потом вся эта ситуация вокруг Скрипалей, которая уже сейчас практически расследовалась, а и скрыть это все равно не удается. Там Керченский инцидент, стрельба в Керчи, по-моему, или где там она была. В общем, конец лета, начало осени не очень удачно выдалось для Кремля, и удар по рейтингу Путина был нанесен сильный достаточно. Плюс к этому сейчас дополнительные санкции, потом еще церковный вопрос. То есть со всех сторон теснят, и Путин действительно теряет рейтинги. И бизнес выводит капиталы из России, продолжает выводить. То есть это уже с 2013 года продолжается, и вот до сих пор экономика сжимается. Естественно, что все хуже и хуже становится. И да, Беларусь кормить они, безусловно, уже не могут. Это уже как бы в 15-16 году стало понятно, что денег станет меньше, и Лукашенко стал отходить. Но сейчас это уже просто подошло к каким-то критическим тоже отметкам. Путину и на внутренние не хватает своей нужды. Они там закрывают больницы, уменьшают количество койко-мест, что там они еще делают. Но много чего такого нехорошего. Не до Лукашенко им как бы точно сейчас. Поэтому на фоне падения рейтинга воссоединиться с Братской Белоруссией было бы для них, конечно, неплохим шагом. Другое дело, что военные вмешательства, как было в 14-м году, они не смогут уже провести, как многие говорят. Не технически. Российская армия, конечно, она сильнее, и она может захватить Беларусь довольно быстро. Но это будет иметь очень серьезные последствия в международных масштабах. Тем более нет фактора внезапности. В 14-м году никто не ожидал, что, например, Путин решится забрать Крым. Многие даже ватники, идеологи ватного русского мира, типа Фурсова, например, говорили, что они не ожидали просто от Путина такого. Думали, что он не решится просто, а он вот взял и решился. И вот теперь уже как бы это не сработает. Аннексия Белоруссии, это будет иметь серьезные последствия. Тем более Лукашенко это не Янукович. Лукашенко может сопротивляться достаточно жестко, если особенно попадет в такую ситуацию, что ему деваться будет некуда. Он будет действовать гораздо резче. Да, я тоже в это верю. Вот это все вера у меня осталась действительно. В это вера. Но интересно, очень довольно интересный у нас получился диалог, разговор. Я думаю, на сегодня достаточно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам. Еще раз я хочу представить. Пожалуйста, представьтесь. Да, я блогер Серый Код, у меня канал на Ютюбе. То есть также у нас есть сообщество в Дискорде, называется Беларусь. Ну такая как бы не соцсеть, но это в основном для геймеров придумали. Но сейчас она используется и для того, чтобы, например, выводить массовые беседы на стримы. То есть можно подключать к Ютюбу Дискорд. И мы это уже как бы делали много раз. И обсуждать что-нибудь, вести дискуссии. И там большое количество людей может все это будет транслироваться в прямом эфире, как радио, в формате радио, без видео. В Телеграме есть также у нас канал. Я надеюсь, это не последняя беседа. Спасибо. Если я, например, эту беседу нашу покажу у себя на канале, можно? Конечно, можно. Нужно. Потому что я вел запись в ОБС. Не стрим, а просто запись офлайн. Потом я это выложу. То есть это как бы пробный такой еще вариант посмотреть, что-то там. Пропал у меня.